Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем сравнительный анализ микрофонов с помощью диктофона Zoom H5. У нас будет AKG P120, у нас будет Shure SM58, не бета-обычный, будет Rode M5, микрофон, собственно говоря, инструментальный, также Behringer, инструментальный микрофон C2. Поэтому мы сегодня с вами проведем анализ сравнительный. Сейчас вот я звук пишу на AKG P120, и мне интересно, как же будут по-разному звучать эти микрофоны на запись на вашем видео. Поэтому я решился сделать для вас действительно хороший сравнительный анализ, сравнительный тест этих микрофонов. Я, честно говоря, нифига не умею петь, я пою очень фальшиво, фальшивлю, как бы это многие знают, и поэтому буду для вас что-то засчитывать, что-то, может быть, пропою, но уж не бесудьте, если вам как-то испорчу при этом слух. Ну, для нас же интересно провести тест микрофонов, послушать, насколько они по-разному звучат. Я постараюсь это вам сегодня передать, поэтому не забывайте про лукосы, про подписочку на канал, конечно же. Начинаем. Сегодня это все в студии, конечно, делаю звукозаписи, чтобы не было лишних паразитных шумов у нас. Итак, поехали. AKG P120. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ежик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ежик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в ежика стреляет. Ребята, AKG P120. Дальше идем, подключаем сюда шур и смотрим, насколько будет разница по звуку на шуре и будет ли она вообще. Сразу говорю, что динамическому микрофону нужно больше, ближе к нему подходить, либо обеспечивать больше усиления, чем микрофону конденсаторному. Там просто подаешь фантомное питание и раскачать конденсаторный микрофон гораздо проще, чем динамический, такой как шур SM58. Итак, у нас сейчас шур SM58. Сейчас вы слышите мой голос именно на шур SM58. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ежик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ежик погулять. Вы можете слышать, кстати, разницу о том, что в P120 мой голос, он был больше насыщен высокими частотами и чуть-чуть, по-моему, если я не ошибаюсь, было больше средних частот. То есть мой голос на AKG P120 звучит более молодо, чем на шур SM58. И причем ближе к оригиналу именно шур SM58 звучит. А AKG P120, он же красит голос, красит верхами и делает ваш голос как бы моложе. Я хотел вам именно показать это в сравнительном тесте. Посмотри, какой красивый микрофон. Посмотри, какой красивый шур. Ну, вы слышите разницу. Вот можете перемотать туда-сюда и услышать разницу между двумя этими микрофонами. Итак, поехали дальше. Дальше я буду подключать инструментальный Rode M5 на эту стоечку и послушаем его. Сейчас настроим уровень громкости, потому что под каждый микрофон нужно настраивать громкость отдельно, чтобы чувствительность снизить. Это вот сейчас перед вами звук с инструментального направленного микрофона Rode M5. Они продаются парами. Два подобранных микрофона, как, собственно говоря, и Behringer C2, который мы будем использовать с вами следующим микрофоном на эту стойку. И поэтому давайте послушаем, как же звучит Rode M5. Раз-два-три, 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 четыре-пять, вышел ёжик погулять. Вдруг охотник выбегает. Я, конечно, понимаю, насколько это смешно звучит, потому что петь я нифига не умею, как я уже говорил, да? Но, вы знаете, даже вот в наушниках на контрольном прослушивании от этого микрофона, хотя нужно держаться чуть подальше, потому что он направлен в моём направлении, отсекает внешние шумы сзади, но при этом требует фантомного питания. Довольно неплохой микрофон, на мой взгляд, очень неплохо звучит и более-менее честно передаёт то, что я слышу сам от своего голоса. И можно ли его использовать для пения? Ну, не знаю. Считать, делайте выводы сами. То есть звук с него вы сейчас слышите, мою разговорную вещь вы с него слышите, но он прекрасно подходит для того, чтобы записывать всякие инструменты. Гитару, например, звук. Даже можно снять с колонны, с каких-то ещё инструментов. И вот эти вот микрофоны, они ставят стереопару, они прекрасно для этого просто подходят, и для этого они были разработаны, собственно говоря. Ладно, переходим к следующему микрофону. Сейчас будет у нас Behringer C2, и послушаем его. Откручиваем. Подключили микрофон. Интересно, как он будет по уровню записи. В принципе, он чем-то похож на роуды. Я даже не выставляю здесь другой уровень. Здесь у меня стоит шестёрочка на Zoom H5 на моём, и вы можете слышать мою голос сейчас через Behringer C2. Да-да, ребята, это Behringer инструментальный, тоже продаётся стереопарой. То есть в комплекте тут два микрофона. Стоит относительно недорого. Можете посмотреть цены в своих магазинах, если ещё найдёте их в продаже. В общем, так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ёжик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в ёжика стреляет. Пиф-паф. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ёжик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в ёжика стреляет. Какой прекрасный микрофон. В общем, Behringer C2, вы можете сейчас слышать. У него интересная тембральная тональность. В принципе, чем-то он отличается от ROW T5, но мне нужно будет ещё самому всё это прослушать на финале видео. Переслушать, как звучит каждый из микрофонов. И всё-таки вы должны меня спросить, какой же микрофон Виктор тебе больше всего понравился. Ради чего ты всё это задумал. Собственно говоря, AKG P120, вы слышали, да, оно искажает немного мой голос. Он делает мой голос более молодым. Shure SM58, на мой взгляд, звучит лучше всего. Он также отсекает все внешние шумы. Хотя многие почему-то не рекомендуют его дома там использоваться и так далее. Но мне кажется, это идеальный микрофон для домашнего использования. Однако, для него нужен очень хороший предусилитель. Чтобы можно было действительно достойно усилить его сигнал. И чтобы вам не приходилось вот так вот в него прямо в упор петь, грубо говоря. Ну, в общем, вот такой вот сравнительный тест получился. Надеюсь, что вам этот тест оказался полезным. Если вы выбираете действительно микрофон для себя. И, например, выбираете между AKG P120 и Shure SM58. Но для меня лично всё вполне очевидно по звуку. Если вы хотите какой-то молодой звук получить на своих видосах, на своих, не только видосах, на своём пении, в своих треках, в своих композициях, берите AKG P120. Если хотите более-менее реальное, актуальное звучание, но озаботились хорошим предусилителем, можно брать Shure SM58. Если же просто хотите не сильно заморачиваться, вот вам, пожалуйста, инструментальные микрофоны, которые тоже можно вполне попеть. Понимаете, да? Ну, вот, собственно говоря, для этого всего я снял этот обзор, потому что мне было самому интересно, как же оно будет по разнице по звучанию. Поэтому всем пока удачи и хорошего настроения. С вами был Виктор, канал Live Review.